Япония и Китай переживают сильнейшее наводнение. В зоне бедствия миллионы жителей. Десятки людей погибли. Реки вышли из берегов, превратив целые районы в бескрайние моря. На помощь пострадавшим направлены военные. Пока прогноз неутешительный. В ближайшие часы ливни продолжатся. На юге Японии больше нет ни мостов, ни дорог, ни домов. Одно сплошное море. В стране уже неделю льет, как из ведра. Все, что было у людей, ушло под воду. Техника, мебель, машины. От жилья остались развалины. Но главное, люди успели спастись. Под водой крупнейшие предприятия страны. Банки, комбинаты, автоконцерны. Затопило сады и огороды. Уже посчитали ущерб сельскому хозяйству. Больше 100 миллионов долларов. Несколько поселков в южной части Японии вообще стерло с лица земли. Деревню Кума вода превратила в руины. А в префектуре Гифу оползни заблокировали почти 3000 жителей горных населенных пунктов. Досталось и соседнему Китаю. В зоне бедствия миллионы людей. Но до многих просто не добраться. Они заблокированы в подвалах. В провиции Хунмэй под завалами жилого дома оказались 9 человек. Их доставали спасатели. Стихия захватила школу в Хуангане. В момент катастрофы полтысячи учеников были внутри. Сдавали экзамен. Вода до потолка затопила классы на первом этаже. Вызволять детей пришлось с помощью спецтехники. Издание спасает людей в провинции Хубей. Той самой, где находится известный на весь мир город Ухань. Несколько месяцев его жители были в полной изоляции из-за коронавируса. А теперь в плену водной стихии. Из-за праленных дождей пять крупных рек вышли из берегов. Прогнозы синоптиков не радуют. Дожди обрушатся и на другие регионы Японии и Китая. Северо-восточные индийские штаты Осам и восточный штат Бихар страдают от сильных наводнений. Как сообщают местные СМИ, погибло уже более 40 человек. Сотни тысяч деревенских жителей были вынуждены покинуть свои дома. Многим некуда идти. В Осаме вышла из берегов река Абрахмапутра. Уровень воды поднялся на метр выше опасной отметки и, как ожидается, в ближайшие дни станет еще выше. В регионе работают спасатели. А Сам известен своими чайными плантациями. Сезонные наводнения здесь бывают каждый год. Власти штата и страны тратят миллионы рупий в попытках уменьшить их последствия. Субтитры сделал DimaTorzok